здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галина конышева и 21 августа 2022 года продолжаю тему сатанинских знаков вокруг юра шатунова и в данном случае его директора в данном случае потому что это не значит что там нечего сказать про резина и конечно есть что сказать но это будет потом чуть попозже а сейчас пока информация чтобы она не ушла далеко и благодарю вас за ваши подсказки вот действительно в предыдущем видео я говорила статье директора который который была написана 27 июня я не посчитал эту цифру люди мне подсказали что 27 июня 2022 года это 2 плюс 7 9 шестерка шестой месяц и год дает тоже шестерку то есть 6 6 6 ничего не скрывается все на видном месте значит выпуск этой статьи совершенно не случайным в определенные числа выходит если бы они здесь еще в 6 утра выпустили или в 11 утра ну было бы совсем просто идеально ну и вот эта сама дата подобрана и выход этой статьи он тоже не случайно 27 0 6 2 2 2 2 и еще в этой статье мне опять-таки подсказали благодарю когда я говорила вот про эту фразу что он директор говорит когда они женились юра сказал светочка я хочу с тобой прожить только с тобой до самой глубокой старости или столько лет сколько нам будет отведено но так обычно не говорят люди тоже заметили что что семантически так не строит предложение далее кудряшов продолжает я мечтаю умереть с тобой в один день если ты умрешь я тоже с тобой умру вот такие были сказаны им слова указал кудряшов разговоре с известиями то есть я не сказала но сейчас могу сказать что он залез по всей видимости уже и в трусы и в постель к ним потому что такие фразы говорят только наедине если говорят но и в день свадьбы об этом не говорят не думают о смерти юра смерти не думал он хотел жить а здесь сколько уже прошло времени но он постоянно выдает то что юра хотел умереть они всем внушают эту программу его поклонникам они постоянно вокруг этого крутится им так сказали так и налпишные программы действуют и он именно это говорит хотя это казуистика такая но тем не менее он об этом говорит вот откуда он знает что говорят молодые друг другу наедине или там у него прослушка жучки везде стояли он полностью контролировал его жизнь только так но не в этом главное главное-то я обращала внимание на вот эту фразу на все предложение я мечтаю умереть с тобой в один день 23 июня и день рождения день рождения светлана тоже 23 я обратил внимание именно на совпадение этих цифр что естественно не не случайное совпадение что не дату смерти подгай подогнали именно к 23 числу масоны масонские и сатанинские дела здесь мне люди подсказали другой я мечтаю умереть с тобой в один день вот оно что вот ну просто гениально как я это просмотрела действительно в один день один это бог вот он их самый главный бог как раз тот самый одноглазый и везде он с одним глазом и инициации вы знаете нам проходят с одним глазом они должны обязательно фотографии показатели где-то появится именно с подбитым глазом кстати недавно максим галкин он тоже был с подбитым глазом якобы ему швырнули яблоком глаз зрители из зала за его плохие слова о россии я думаю что это спектакль на самом деле это посвящение в израиле а вот эти сказки про то что он ему именно за это швырнули яблоком и попробую еще попасть яблоком из зала это какой должен быть меткий стрелок ловкий так что скорее всего мое мнение что это было посвящение именно вот эти ребята и вот здесь тоже есть молодая фотография молодого разина где он тоже с подбитым глазом и есть фотографии журнала где клавишник гуше он не с подбитым глазом а у него лицо на половину сделано как бы один глаз и половина лица делана это тоже их символика посвящение то есть гуше клавишник там тоже непростая птичка оказался именно у юры вот как то так ему повезло сидел без работы германии и тут бац и вдруг ему сразу звонит причем кудряшов он сам говорил что звонит ему кудряшов и вот этот фильм он тоже будет посвящен вашим находкам то что мне прислали на почту в том числе я сейчас расскажу и мы должны понимать что не просто так какой-то оголтелый вот на людей чего-то как-то они должны отвечать за свои поступки потому что погиб уникальный человек и они были рядом последние дни они при всем этом присутствовали я сейчас они заметают следы они сейчас убирают информацию ведут себя именно как преступники которые заметают следы если бы они вели себя как-то иначе если действительно они были честные абсолютно да пускай не могут быть там жадными еще каким-то но они не причастны к этой гибели к этой смерти они бы себя так не вели они стирают информацию они стирают даже посты юра самого и сегодня мы об этом поговорим так вот как раз вот этот один даже здесь ничего не скрывается то есть у нас получается в одной статье раз знак и другой тоже знак и то что намеки были на то что светлана может умереть еще был один комментарий пожалуйста галина благодарю вас за ваше расследование гибели юрия шатунова я хорошо помню как кудряшов давал интервью в первые дни гибели юры плакал и кстати тоже об этом помню о том что света может не пережить гибель юры что она практически уже не желез тем более что юра призывал ее умереть в один день видимо поталкивал ее к этому шагу кудряшов мутный тип такого же пошиба как и разин я это сразу поняла ведь вырвать шатунова и зла празина мог только тип равна ему по психотипу никого не вырвал они там вдоль и оба мое такое мнение мои такие фантазии мое субъективное мнение но поскольку человек погиб и никто этим не занимается а очень много странности много странных обстоятельств они должны ответить людям зрителям на все эти вопросы даже если им это не нравится да народ им не доверяют и народ считает что они причастны к этой гибели поэтому они должны отвесить народу если они не уважают вот всех этих поклонников за счет которых они кормятся кормились и кормятся и будут продолжать и не рассчитывать на то что они будут кормиться на этом же материале юры шатунова вот эти все упыри потому что кудряшов сам есть никто и звать его никак он есть никто и звать его никак он ничего в своей жизни не создал он прилипала к юре шатунов он смотрящий за ним он его не отпускал всю жизнь клещ такой поэтому они должны конечно отвечать народу потому что народ этого требует они обязаны это делать отвечать потому что это не просто так пошел там угрохал человека и все и свободен и живу как хочу такого не бывает за все надо отвечать и вот человек пишет боюсь что света им очень мешает как свидетель многих событий и как свидетель и как наследница конечно мешает тем более недвижимость вот еще тоже есть слухи ходят я пока говорю слухи что продан дом юры шатунова то ли сейчас то ли после смерти то ли незадолго до смерти и люди говорили что не удивиться если это все окажется в руках этого кудряшова недвижимость но возможно это сплетни возможно это не так это все надо проверять поэтому я стараюсь все-таки говорить те вещи которые я могу сама проверить и их обсуждать но тем не менее одному человеку все знать невозможно а поскольку люди занимались много лет следили за творчеством юры но и волей-неволей они замечали все что с ним происходит где он что он что он говорит кто его друзья кто его окружение как он к ним относится связи этом можно опасаться за ее жизнь и здоровье также вызывает опасение состояния кузнецова вот тем более надо это высвечивать чтобы не светить ее детям ни кузнецову никто из этой мафиозной структуры вот сатанинской которые связаны с ним чтобы не причинили никакого зла их надо высвечивать и держать все время в свете потому что упыри как любая нечисть тараканы клопы они боятся света они тут же разбегаются еще один чистый светлый человек который может попасть под раздачу да может может да есть такая опасность потому что все там слишком где прошелся разин там кругом смерти у ласкового мая там где разин и потом рассказывает интервью везде дает какой он белый пушистый какой он такой весь добряк но только люди почему-то погибают один за другим еще по цифре 23 вот мне прислали юля некая юля мне прислала такой снимок юра на рыбалке с футболкой где есть цифра 23 вот она преследует его и не только здесь еще благодарю за внимательность вот пожалуйста мне прислали такой уникальный ролик это сделано в тик токе ну такой ролик сделали взяли фрагмент сюжета из юриного клипа из монако тот дорогущий дорогущий клип там тоже полно знаков но я даже не хочу это разбирать потому что у меня для вас есть много другой информации но тем не менее вот кто-то это нашел и на что обратил внимание то есть сделали это просто ролик а на что люди обратили внимание смотрите два бокала два бокала женщина вам и мужчина она подбивает клофелин подмешивает ему клофелин да вот эта женщина блондинка кстати кстати как то были разговоры что там на этой злополучной даче были друзья некие говорила что был какой-то полицейский и мелькала первое время разговор о том что должна была быть какая-то женщина я так думаю что женщина быть должна и намеки на эту женщину есть они тоже не просто так дают эти намеки не знаю кто сделал этот ролик но кто-то его сделал и что здесь есть еще так сейчас сейчас найдем эта женщина кстати чем-то похоже на светлану типаж я не знаю кто что это за человек что это за женщина по типажу она похожа немножко на жену шатуну специально это или случайно здесь однозначно есть вещь которые 1 случайно смотрите вот стоп проехал вот двадцать три и один вот на это обратили внимание мне именно поэтому прислали этот ролик вырваны из контекста вообще не знаю почему это сделали может быть это тоже не случайно это как бы матричные коды но давайте запомним именно такое сочетание цифр и я потом вам покажу где еще это встречается в связи с юрой шатунова мне двусмысленно и так 23 у нас есть я пока не понимаю почему единицы здесь представлено возможно мне кто-то объяснит но 23 у нас присутствуют здесь тоже теперь еще одно наблюдение вот мне уже на почту прислали по поводу того что они действительно заметают следы они ведут себя неадекватно то есть не как простые люди у которых просто трагедии случилось с их коллегой они ведут себя похоже так себя ведут преступники когда заметают следы и вот сначала текста галина еще немного информации посмотрите как люди подготовлены я очень рада что не просто вот абы как какие-то сплетни собирают и люди собирают именно доказательную базу и когда один человек работает его можно устранить забанить канал за запугать и так далее но всех запугать невозможно поэтому когда подключается множество людей тысячи десятки тысяч то они не смогут это просто все остановить помните что работает намерение вот этого они как раз на это они не рассчитывали не думали что все вот сойдет с рук что все забудут они рассчитывали на усталость от информации что они сейчас будут всякую ерунду говорить и люди просто устанут от обилия ненужной мусорной информации что сейчас и происходит но не вышло потому что зацепилась какая-то глубинная категория людей и не хотят мириться с этим произволом вот с этой гибелью вот с этими невыясненными обстоятельствами а фактически вот люди прямо называют что это убийство да и никакого объяснения нет нужно людям объяснять нужно ответственным органам объяснять народу что происходит они обязаны отвечать на эти вопросы но они молчат и народ не понимают в чем дело почему они существуют на наши деньги они все существуют на деньги советского союза который до сих пор юридически никуда не делся и все деньги проходят как проводки как советские рубли и многие это знают народ это еще не знает не чухает но многие это знают и они существуют на эти же деньги они обязаны работать отрабатывать тех у них даже в законах это прописано то есть они даже коны но оккупационных своих начальников они даже их не выполняют если это вообще беспределит они даже своих и переплюнули своих собственных начальников вот этой нечисти переплевывают и вот значит читаю очередное видеоинтервью игоря посмотрите все интервью он сильно нервничать но не буду давать это видео потому что он и так уже там старается все убрать к нему слишком много внимания интервью с девушкой там с какой-то якобы она журналистка на самом деле говорят что на ведущая свадеба имеет какое-то отношение к этой среде и она у него была брала интервью посмотрите все интервью он сильно нервничает говорит сбивчиво даже заикается с 23 минуты по 28 угорек врет тоже говорят ничего не было заметно а если бы что-то заметили конечно бы помогли юре то есть они действительно врут что ничего не было заметно когда скорую вызывали что в зеленограде юре дали какие-то витаминки о чем он какие витаминки юре сделали несколько уколов зрители сказали что юру просили спеть частушки а он сказал что ему сделали внутривенный укол ему надо немножко посидеть отдохнуть после укола 37 минуты тоже интересно послушать дали у него получилась оговорка правда нет потом он поправил сам себя сказав что правда есть это то что вам сказали сми молодец статья следующее по распоряжению аркаши забетонировали место захоронения юрий это то что вот сейчас муссируется как раз ведь явно же кудряшов боится что люди потребуют доказательств а там видимо есть что скрывать но так бетон разве остановят тоже интересно почему купили место а захоронили вроде бы прах и почему у друга аркадия не нашлось денег заплатить за это место про семью иногда пишут что они все еще не развеяли вторую часть праха в германии кстати они не будут где попало развеивать у них там очень строго оказывается в германии с этим это опять-таки для нас эту сказку рассказали где юра была кремация или нет что за спектакль юру тайну везли в германию даже вот такие есть мысли вот еще интервью адвоката семьи шутунова по этому же вопросу тоже я не буду это все читать семья привычно молчит многие люди пишут что когда они задают неудобные вопросы на официальных каналах юрия и на каналах игоря на них накидываются фанатки это не фанатки накидываются это специально проплаченные тролли есть такая структура которая контора которая именно контора троллей это просто работают молодые люди которым платят деньги причем небольшие совершенно деньги и они отрабатывают они их задача действительно создавать общественное мнение и то что мне не может поколебаться его затыкать они и отрабатывают это я кстати это подтверждаю потому что меня точно так же даже на мой канал телеграм-канал приходила вот эта компашка армии троллей просто неадекватных якобы таких бобес видно что-то ну купленные про проплаченные и на всех других каналах я тоже сама вижу я не пишу сама комментарии но я читаю другие комментарии я вижу как затыкают моментально рот если вдруг человек вот на канале игре если вдруг говорит начинает задавать неудобные вопросы на него тут же наскакивают тут же на скакивают комментариях я подтверждаю это я лично это вижу видела почему юра был на концертах футболка с длинным рукавом там же написано что аркадий убирает важную переписку юры с поклонниками да убирая то есть какое он имеет право убирать переписку юры с поклонниками взятый с комментариям я добавлю эти скрины с комментариев сейчас мы прочитаем эти скрины также сейчас стала появляться информация о том что 22 июня до 17 до 17 часов юра отвечал на телефон примерно в 16 30 ему звонил андрей картавцев абсолютно верно подтверждаю было видео по нтв интервью и была статья андрея картавцева подтверждаю видела сама читала что да вот 16 он еще разговаривал я что я сама запомнила что юра говорил ему они обсуждали новую песню и он был в хорошем расположении он чувствовал себя хорошо в этот момент и собирался записывать буквально там на следующий день к нему собирался еще приехать и что произошло дальше дальше позже телефон был уже недоступен вот с какого момента телефон был недоступен когда он оказался на этой даче на даче ли он оказался либо его уже народ начинает думать что его просто обкололи там избили и вообще куда-то выездили понимаете вот все что угодно народ начинает думать следственные органы обязаны отвечать народу чтобы не было каких-то непроверенных вообще вот накрученных выдуманных неправильных версий обязан отвечать но не молчат и поэтому конечно это производит впечатление так того что начали люди начинают думать все что угодно самые страшные начинают думать рисовать себе самые страшные картины на даче ли он был но допустим был он на даче дальше поклонники также пишут что с последнего концерта юру велик машине как под конвоем но вот этого я не знаю галина говоря про Кудряшова вы сказали что обычно мало информации человеке бывает в том случае если человек работал в органах в самом начале были несколько таких комментариев от людей что Кудряшов бывший мент но возможно то что он связан с органами я не сомневаюсь и он и разен вот еще прислала статьи и интервью так что вот человек подготовился и такой выдал материал все провел большую большую работу теперь мы почитаем немножечко вот эти комментарии люди пишут это уже не на моем канале на других каналах пишу вам так как у нас были схожие мысли по поводу насильственной смерти нашла комментарии екатерина кузнецова очень большой подробный она видео про врачей предыдущим на нашем канале писала автору что юра на телеграм канале сам лично ответил почему он в июне жарко же было а он с рукавом он сказал что делали капельницы не хочет пугать людей си синими венами я так понимаю что их было много ни разу во 24 июля все это можно было найти а потом кудряшов все все удалил они говорят там очень душевно общались были голосовые сообщения и просто отвечал поклонникам на разные вопросы очень обидно это же память о юре и опять же кудряшов твердит что ничего не предвещало юра был здоров в зеленограде проболтался про треукова теперь еще круче какие-то капельницы от чего может от бронхита но зачем кудряшов все удаляет чистит может залечил юра скрывать что-то но для меня это открытие если он болел так зачем он его загонял ну логичный совершенно справедливый вопрос потому что сейчас поймали кудряшова на лжи конкретно потому что он всем говорит что ничего не предвещало и гуше говорит ничего не предвещало а вот люди пишут что предвещало оказывается что запомнили как юра писал что ему капельницы ставили что у него вены были на руках от уколов поэтому с длинным рукавом в жару носил футболки на концерте одевал с длинным рукавом зачем врут зачем врет директор наглую врет что всех за дураков держит или все что у всех память короткая как у бабочки посмотрите как они о людях думают дальше еще люди пишут с уколом и все очевидно но были не только укола самого начала в телеграм-канале юры много людей писал о том что ему долгое время в этот период перед смертью ставили еще какие-то капельницы юра сам писал об этом своем чате говорил об этом на концерте началось с того что люди обратили внимание и так далее вот опять опять они про это пишут про футболки то есть проходили какие-то постоянные медицинские манипуляции уколы капельницы но ни в одном интервью кудряшов об этом не упоминает а друзья-товарищи все отрицают ничего не предвещало по словам кудряшова юра постоянно находился под наблюдением врачей что он с ним был 24 часа помните он об этом говорил что он с ним был 24 часа кто эти врачи которые ему что-то кололи постоянно ставили какие-то капельницы рассказывали юре что у него просто усталость и легкий бронхит я решил зайти в чат и скопировать эти сообщения юры найти сообщение там легко в поиске по любому ключевому слову но к моему удивлению эти сообщения юры там куда-то исчезли я начала пробовать снова и снова по разным словам ничего нет по запросу капельницы появляются только сообщения поклонников написаны уже после его смерти многие продолжают говорить на эту тему но то что писал сам юра об этом удалено доступ к этой опции сейчас только у кудряшова но это оказалось еще не все небольшое отступление речь идет про чат официального подтвержденного канала юры телеграме этот чат был очень важен для юры для его поклонников юра там очень много общался с людьми это было очень непосредственное теплое живое общение он заходил в чат читал сообщения отвечал на них сам много писал о своих мыслях настроение отправлял много голосовых сообщений шутил какие-то частушки не там все вместе сочиняли отвечал на вопросы просто перекидывался с кем-то парой фраз я все это там читала смотрела слушала поклонники очень дрожили этим чатом у них там была с юрой своя особенная атмосфера они очень ждали очередного прихода юра на канал очень радовались те кому он отвечал после юра этот чат нет никто не покинул наоборот туда пришло еще больше людей они общались снова и снова перечитывали вспоминали что писала говорил им юра пересылали скриншоты его сообщения его голосовые сообщения час существовал долго там была огромная история общения юра с поклонником и вот оказалось что все сообщения юра из чата удалены вообще все из чата полностью удалено все что было там до дня смерти а ведь именно в этом чате он последнее время проходил на связь с поклонниками и в этом чате он много писал о своем самочувствии и об этих самых капельницах которых было столько что все вены были все никак с какой целью все удалено но ребята но это уже удаляют улики убирают а вот свидетели пишут но но слишком много вопросов что вообще происходит где следственные органы почему не отвечает этот кудряшов народу почему он все удалил наверное это очень долго и трудно из такого большого количества сообщения выискивать удалять сообщение про капельницы вены и самочувствие проще сразу удалить все вместе и вообще какое имеет право этот человек удалять то что писал юра в своем личном чате а действительно какое он право имеет никакого права он не имеет он про хвост он заметает следы вот что он делает это же такая память о юре его искренне живое общение с людьми его мысли и чувства для всех поклонников этот чат имел огромную ценность но для поклонников да а для тех кто его угрохал он это значит улики это колоссальные улики которые подтверждают то что они там все замешаны паства кудряшова пишет что аркадию якобы пришлось удалить все сообщения до 23 июня из-за нашествия ботов это очень смешно читать а что после 23 числа боты куда-то денутся и какие интересные боты бежали именно под старые посты которые не читались так активно как новые появившиеся после смерти и раз уж назвался груздем раз уж назвался администратором канала юры так выполняй свои обязанности боты не боты это твои проблемы сиди и чисти некогда чистить админов посади вк админов посадил а на телеграм денежек не хватило маркс на всех своих каналах посадил админов которые банят людей за их вопросы молодец женщина просто очень очень смешные договорки просто юра там много писал как бы лишнего чего не сболтнул так же как зеленограде очень подпортил он кому-то настроение рассказав со сцены об уколах и о том как ему было плохо оставшиеся у людей стриншоты это доказательство подтверждение того что сообщение юры в чате были а теперь удалены нет ни одного чудом нашелся скриншот на котором подписчики отвечают юре на его слова про синевены из-за которых он не хочет открывать руки вот так вот таким образом они заметают следы но я думаю на сегодня хватит вам информации и так очень многие молодцы то что активно занимается то что не бросают это дело нельзя если хотите чтобы зло зло оно существует с нашего разрешения потому что с нашего молчаливого согласия если мы это проглотим утремся и это смерть просто так пройдет мы это все схаваем это дальше будет только хуже они вообще обнаглеют я не говорю что конкретно вот эти люди а саму зло сам их эгрегор которому они служат они служат зло они тоже показали всеми своими поступками потому что а дереве судят по плодам и человеке судят по делам его а не потому что он болтает кому-то благодарю за внимание с вами была галина кунышева подписывайтесь на все мои канала телеграм-канал всех вам благ до свидания